Второй шаг состоит в том, чтобы как в CAD-PCA найти такие координаты, или точнее скорректировать так уже полученные координаты, чтобы обеспечить наилучшую корреляцию между исходными переменными, уже оцифрованными на первом этапе, и факторной латентной переменной. Оцифровка, в отличие от CAD-PCA, происходит по каждой оси. Соответственно, если у нас две оси, оцифровку будет произвести труднее, чем если у нас одна ось. Поэтому я сразу меняю с двух на одну. Потом покажу, что увеличение числа осей не приводит к росту доли объясненной вариации. Провожу дополнительные настройки. Число итерации – очень важный параметр. По умолчанию стоит 100, должно хватить, но надо отслеживать. Может оказаться, что и не хватает. Тогда обязательно надо повысить. В вотпути обязательно запрашиваем таблицы с оцифровками всех переменных. Остальные опции не так важны. Пока ничего не сохраняю. На графике прежде всего мне интересны, опять же, категории. Поэтому я запрашиваю оцифровки, график оцифровок и совместный график расположения категорий на латентной переменной. Запускаю. Первый запуск ничего не даст, потому что 12-я переменная не имеет вариации. Она имеет всего одну категорию. Поэтому надо от нее избавиться и перезапустить. В катписе мы смотрим на таблицу iteration history и видим, какая доля вариации не объяснена. 3,63 из 11 агенвэль. У нас 11 переменных, значит из 11 агенвэль. 7,36 объяснено, 3,63 не объяснено. То есть объяснено примерно 67% вариации. Это очень хороший показатель. Дальше идут таблицы оцифровки, но прежде чем их интерпретировать, мы должны дойти до таблицы.